В рамках реализации федерального проекта развития экспорта медицинских услуг вовлечены сотни медицинских организаций из 70 регионов нашей страны. И неизбежным этапом развития экспорта медицинских услуг является формирование коммуникационной стратегии или стратегии коммуникационных мероприятий по продвижению экспорта медицинских услуг и медицинского туризма. В это входит и разработка специализированных веб-сайтов или отдельных страниц на веб-сайте медицинской организации. Это и продвижение в социальных сетях, это участие в выставочных мероприятиях и, конечно, презентация вашей медицинской организации партнерам, например, агентства медицинского туризма или туристическим операторам, которые готовы направлять вам медицинских туристов. И так сложилось, что всего лишь один качественный видеоролик способен затмить или перекрыть десятки слайдов или презентаций или картинок вашей медицинской организации. Видеоролик может стать ключевым базовым элементом, основой информационной и медийной для вашей коммуникационной компании. Поэтому, опираясь на опыт целого ряда стран по разработке видеоконтента в медицинском туризме, это и Турция, и Германия, Израиль, Корея, Китай, Япония, Испания, другие страны, можно выделить четыре вида роликов по медицинскому туризму, которые разрабатывают медицинские организации в самых разных уголках нашей планеты. Первое — это общий видеоролик о медицинской организации. Второе — это видеоролик по нозологии, то есть видеоролик, посвященный конкретной медицинской специализации, например, онкологии или нейрохирургии или педиатрии. Третий ролик — это ролик о враче. Конечно, речь идет про выдающихся врачей, которым гордимся, доктора наук, профессора, чьи имена славятся не только в России, но и в мире. И четвертый вид ролика — это ролик по истории иностранного пациента. Это ролики, которые особенно любят иностранные медицинские туристы потенциальные, поскольку в них заключена история реального человека, его путь, который он проделал от болезни к выздоровлению в конкретной медицинской организации за рубежом. Поэтому такие ролики пользуются большим спросом, интересом у зарубежной аудитории. Хронометраж роликов имеет смысл делать до трех минут, поскольку длинные ролики плохо просматриваются, если брать статистику YouTube. И, конечно, очень важно, чтобы ролики были мультиязычными. Это означает, что вам необходимо сделать ролики сразу на нескольких языках, кроме русского языка, на английском и еще тех языках, которые являются рабочими языками вашей медицинской организации, рабочими иностранными языками. Мы знаем, что услуги зарубежных дикторов, чтобы сделать аудиодорожку на иностранном языке, услуги дикторов могут стоить недешево. Поэтому существуют цифровые сервисы, электронные сервисы, онлайн-сервисы по озвучиванию текстов на разных языках. Такие сервисы обходятся совсем какие-то копейки и имеют большую базу языков и голосов мужских и женских на этих языках. Соответственно, вам достаточно скопировать текст для озвучивания, вставить его в этот сервис в онлайн-режиме, выбрать язык, на который вы хотите, чтобы перевели и был озвучен, и выбрать мужской или женский голос из базы голосов. Сразу скажу, что, конечно, вы получите не роботизированную версию, не робота-речь, так называемая, но это будет более-менее свободная речь на иностранном языке. Такой ролик, не ролик, вернее, а озвучивание, аудиодорожка обойдется вам около 500 рублей или около 1000 рублей, что значительно дешевле, чем заказывать дикторов. И, конечно, встает вопрос, где можно познакомиться с лучшими роликами по медицинскому туризму, например, которые производятся в России для российских медицинских организаций. В конце декабря этого года, 2022 года, на Российской неделе здравоохранения состоится подведение итогов Всероссийского конкурса по медицинскому туризму «Медтревел Лидерс», где отдельной рубрикой, отдельными номинациями идут ролики на русском языке и на иностранных языках. Поэтому, посетив выставку «Медтревел Экспо» на Российской неделе здравоохранения, вы можете ознакомиться на подведении итогов Всероссийского конкурса «Медтревел Лидерс» с лучшими роликами, которые были разработаны в России за год.